Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы продолжаем наш курс и у нас очередная лекция, которая посвящается процедуре самообучения нейронных элементов. Сегодня мы поговорим о различных техниках и алгоритмах, которые реализуют процесс самообучения. В данной лекции мы рассмотрим процедуры самообучения, то есть, как мы говорили, самообучение определяет обучение без учителя. По определению Withdraw алгоритмами самообучения называют методы, в которых происходит адаптация синаптических весов в разомкнутом контуре. Наиболее широкое распространение самообучения получило задачи пластеризации, квантования непрерывного пространства входов, понижения размерности пространства сигналов, нелинейного факторного анализа, выделения информативных признаков при распознавании образов и тому подобное. Самообучение лежит в основе таких, получивших широкое распространение нейросетей, как самоорганизующиеся карты Коханина, сети Гроссберга, сети основанной теории адаптивного резонанса, конкурентные сети и многие другие. Рассмотрим правила самообучения отдельных нейронов, а также области их целесообразного использования. Итак, самообучение представляет собой, как мы говорили, блок критики, который получает вектор состояния среды с некоторой информацией. Эта же информация отправляется параллельно в нейронную сеть. Далее выполняется первичное подкрепление среди блоком критики и блок критики выполняет более усиленное, так называемое, эвристическое подкрепление в виде сигнала, который воздействует на нейронную сеть. Ну и нейронная сеть, в свою очередь, выполняет взаимодействие со средой, как мы показывали и говорили об этом ранее. Суть обучения по ХЭБу состоит в том, что если два соседних нейрона, связанных через синаптическую связь, активируются одновременно, то сила этой связи увеличивается. Ежели эти нейроны активируются асинхронно, то эта сила или уменьшается, либо исключается в общее. Как мы говорили, это общеизвестное правило ХЭБа. И формально это правило можно записать в виде следующей формулы для нового значения синаптического веса в очередной следующей итерации, где под этими функциями понимают некоторые эмпирические функции. В общем случае, если сеть образовано M параллельно подключенными нейронами, правило ХЭБа записывается следующим образом, как мы видим, где под W большое понимается матрица синаптических весов. Практическое использование алгоритма осложняется тем обстоятельством, что с ростом обучающей выборки синаптические веса могут увеличиваться неограниченно, что в свою очередь приводит к существенным вычислительным трудностям. Это если говорить об адаптации алгоритма ХЭБа в качестве алгоритма самообучения. Ну и как выглядит алгоритм ХЭБа для нейронов. То есть есть входной вектор нейронов со своими синаптическими коэффициентами, которые суммируются в виде поля U и в данном случае выполняется производная функция активации по значению данного поля. Далее эта информация, полученная на выходе, отправляется в алгоритм самообучения, то есть в блок, который реализует алгоритм самообучения. И этот блок уже воздействует на значение синаптических коэффициентов нейронной сети. Таким образом выполняется самообучение в соответствии с алгоритмом ХЭБ. Другим способом, техникой самообучения нейронных сетей называется входная звезда Гроссберга. Она вот выглядит следующим образом. У нас имеется нейрон со своими свободными параметрами, входным вектором значений, на выходе которого формируется локальное поле и в качестве функции активации у нас используется функция хевисайта. Входная звезда Гроссберга представляет собой нейрон по структуре аналогичной персептрону, предназначенной для решения простейших задач распознавания образов и осуществляющей преобразование в соответствии с функцией активации, которая показана в виде данной формулы. Как мы видим из формулы, это функция хевисайта или функция включения. То есть данная функция используется для реализации входной звезды Гроссберга. И сложно видеть, что этот нейрон активизируется только в случае, если вектор входных сигналов в некотором смысле близок к текущему вектору синаптических весов, то есть при выполнении следующего условия, как показано в виде этой формулы, где θ угол между векторами, а угол θ и θ сигнал смещения, задающий порог близости векторов, который определяет срабатывание входной звезды. Обучение входной звезды производится по следующему алгоритму, как показано в данной формуле. Помимо этого, у нас существует еще и модель выходной звезды, где выполняется немного обратная задача модели входной звезды. То есть здесь, наоборот, имеется один входной вектор значений, который распараллеливается на некоторое количество выходных значений в нейронном элементе, как мы видим из картинки. Антиподом входной звезды Гроссберга является выходная звезда, предназначенная для решения задач восстановления образов. Этот нейронный элемент имеет скалярный вход и векторный выход, как мы видели из картинки, который осуществляет преобразование с функцией активации, которая представлена в виде данной формулы. Обучение выходной звезды производится по следующему алгоритму. И настройка синаптических весов происходит только в случае, когда входной вектор значений не равен нулю. В процессе самообучения синаптические веса подтягиваются к выходному вектору звезды. Следующей техникой самообучения является потенциальное правило обучения Амари. Потенциальное правило обучения Амари по структуре достаточно близко к хэбовскому обучению, связанное с минимизацией энергетической функции следующего вида. Энергетическая функция стоимости основана на так называемом внутреннем потенциале, определяющем уровень активности нейрона, который представляется в виде следующей формулы. Уровень активности приводит к алгоритму минимизации, который показан на экране, как мы видим, и алгоритм самообучения записывается в следующем виде. То есть, изменение в свободных параметрах нейрона в момент следующей итерации выглядит следующим образом. Ну и давайте рассмотрим схему выполнения потенциального правила Амари. Как мы видим, для нейрона типа Макал и Кайпица, у нас выполняется следующее правило обучения Амари, где у нас используется алгоритм самообучения, самообучения, который выполняет настройку свободных параметров нейронного элемента. Другим способом реализации самообучения является алгоритм конкурентного обучения. Одним из интересных алгоритмов самообучения является так называемое конкурентное обучение, когда все нейроны сети соревнуются между собой за право быть активным. Реализуя принцип, победитель получает все. В этом случае в сети может активизироваться только один нейрон. Именно эта особенность конкурентного обучения, обеспечиваемая широкое использование задачи классификации и кластеризации. Особенностью таких сетей является то, что кроме прямых связей, передающих информацию со входа, на выход через синаптические веса в ней присутствуют поперечные, так называемые латеральные связи. По данным связям происходит соревнование, в результате которого убеждает только один нейрон. Ну и давайте рассмотрим схему конкурентного обучения. Как мы видим, в зависимости от того, что получается на выходе сумматоров, у нас активируется всего один нейрон на выходе. Формально процесс конкуренции может быть представлен в следующей форме. В каждый момент времени N настраивается только нейрон-победитель с помощью алгоритма, известного как правило обучения Коханина, который выглядит следующим образом. Данный алгоритм достаточно близок правил обучения входной звезды и в процессе настройки также настраивает вектор синаптических весов нейрона-победителя к текущему входному образу. Таким образом, в рамках данной лекции мы более подробно познакомились с процессом самообучения, а также осмотрели наиболее распространенные и важные техники, алгоритмы, которые реализуют процесс самообучения. Спасибо за внимание. Продолжение следует...